Промежуточные итоги текущего года традиционно проводятся в первых числах июля. В сельском поселении совхоз имени Ленина за прошедшие шесть месяцев выполнены все намеченные планы. Об этом рассказала Елена Добренкова, которая первая отчиталась о проделанной работе. Глава поселения отразила в докладе деятельность администрации, обозначила проблемные вопросы и пути их решения. Отчет о деятельности администрации сельского поселения совхоз имени Ленина за полугодие был представлен в рамках проблемного поля Московской области, которая разбита на 28 индикаторов. Наиболее острые проблемы – качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ, благоустройство, обеспечение комфортной среды обитания. Как отметила глава, в поселении данные вопросы решены успешно. Уже сейчас управляющая компания завершила подготовку к предстоящему отопительному сезону. Продолжается обустройство детских и спортивных площадок зон отдыха. Построена объездная дорога, которая позволяет грузовому автотранспорту миновать поселок совхоз имени Ленина. Среди нерешенных вопросов – ремонт дорог к деревням Картиной, маловидное переоборудование железнодорожного переезда. Но эти проблемы – ведение региональных структур. Что же касается сбалансированности инфраструктуры, то в поселке появится физкультурно-оздоровительный комплекс, проектируется школа на 550 учащихся. Культура и спорт – одни из приоритетных направлений деятельности администрации. Для жителей поселения только за шесть месяцев проведено 127 культурных мероприятий самой разной направленности. А на физкультуру и спорт выделяется 24 миллиона рублей в год. Результаты соответствуют. Первое место Ленинского района по хоккею, первое место в МПХЛ, дивизион «Оптимист» наши хоккеисты заняли. Создалась хорошая команда по баскетболу, где уже первый год участвовали они в любительской лиге. В этом году женская команда девочек 2000-2001 годов рождения на кожный мяч выиграла первое место. Мнение жителей в оценке работы главы ее команды единогласно. По пятибалльной системе то пять, а если конкретно, то очень много делается и о зеленении, и о благоустройстве. Как житель Москвы я скажу, что даже лучше, чем в Москве, что администрация справляется лучше. Очень приятно здесь жить, потому что поселение благоустроенное, чистое, здесь всегда порядок. Любая какая-то ситуация возникающая, будь то в коммунальной сфере, либо в безопасности, она решается очень быстро. Традиционно сельское поселение совхоза имени Ленина у нас является одним из лидеров не только Московской области, но и в Российской Федерации, так как они получили диплом как лучшее муниципальное образование среди малых поселений в Российской Федерации. Традиционно у нас выполняются все планы поселения. Очень приятно то, что работа идет достаточно ровно и стабильно. С января сельские поселения начнут работать в новых условиях глобального изменения законодательства о местном самоуправлении, когда большинство полномочий будет передано в район. Предвыборные обещания, которые были, мы давали под один закон, работать мы начинали под одним законом. И, собственно говоря, что самое обидное, что для исполнения этих законов создана команда единомышленников, команда специалистов, которые реально могут это исполнять. И когда у тебя из 39 полномочий остается 13, ну, честно говоря, трудно представить себе, как можно будет это все реализовывать. Ну а пока до конца 2014 года администрация поселения работает, как и прежде, следуя наказам избирателей и данным предвыборным обещаниям. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.